18 июня мы вспоминаем русского писателя Максима Горького. Мы водили рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета, где хранится одно из первых изданий Максима Горького рассказа «Весенней истории», запрещенного до октября 1917 года. Алёша Пешков, он же будущий писатель Максим Горький, жил в Казани с 1884 по 1888 год. Максим Горький писал, физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани. Казанский период в жизни – это период становления и формирования его как личности. Оставшись сиротой, Пешков был вынужден начать работать. Он успел побывать пекарем, мальчиком на побегушках в магазине, на теплоходе, одно время даже воровал дрова и вынужден был собирать тряпье на улицах. В Казани родились сюжеты 20 его литературных произведений. Побывав на самом дне общества, он описал его в своих рассказах «Бывшие люди», «Хозяин», «26,1», «Коновалов». На автобиографическом материале написана повесть «Мои университеты». Горький приехал в Казань в августе 1884 года с 16-летним подростком. Его пригласил приятель-гимназист, отдыхавший на каникулах в Нижнем Новгороде. У Пешкова была мечта – учиться в Казанском университете, но ей не суждено было сбыться. Он наивно думал, что одного лишь сильного желания получить знания достаточно, и жестоко разочаровался. Со своими двумя классами образования он даже не пытался поступать в университет. Свои первые рассказы Пешков опубликовал в Казанской газете «Волжский вестник». Уже тогда, еще до революции, Максим Горький стал следить за татарской литературой. В 1909 году он рекомендовал перевести на русский язык стихи Габдула Тукая, и такие переводы вскоре появились. В 1911-1912 годах он предлагал издать на русском языке татарский литературный сборник. И вот перед нами одно из первых изданий рассказа Максима Горького «Весенней мелодии», запрещенного до октября 1917 года. Эта брошюра напечатана нелегально с помощью копировального аппарата-гектографа. Напечатана она, вот здесь указан, 1901 год, Санкт-Петербург, автор Максим Горький. Здесь мы открываем и начинается сам рассказ «Саду за окном, мои комнаты, по голым ветвям акации прыгают воробьи». Ну и в конце, конечно, стоит обратить внимание на то, как редакция написала обращение на то, как, собственно, в России полное отсутствие свободы слова, и они указали свою, собственно, задачу, наша цель – борьба с гнетом цензуры. Произведение написано Максимом Горьким в марте 1901 года, и тогда же направлено им в редакцию журнала «Жизнь» для напечатания в апрельском номере. Царская цензура запретила печатание рассказа, дав, очевидно, по недосмотру, разрешение лишь на опубликование песни о буревестнике, которые заканчиваются в «Весенней мелодии». Вплоть до Октябрьской революции «Весенние мелодии» находились под цензурным запретом и распространялись среди читателей в нелегальных изданиях, чему способствовал сам автор. Писатель горячо поддерживал большевиков, но Октябрьскую революцию воспринял скептически. Он использовал все свое влияние для спасения арестованных и приговоренных к казни врагов нового режима. Горький был самым издаваемым на родине советским литератором. Общий тираж его книг за почти 70 лет превысил 242 миллиона экземпляров. Если рассматривать российских писателей в целом, то по количеству выпущенных изданий он уступает только Льву Толстому и Александру Пушкину. Как говорил русский писатель Максим Горький, книги читай, однако помни. Книга книгой, а ты своим мозгом двигай. Илья Андреев, Радмир Софиуленко, ФУ, Итоги недели.